А перед началом ролика в связи с ситуацией с юдубом в России, я бы хотела попросить вас подписаться на мой твич и телеграм-канал. Давайте не будем терять друг друга. Все ссылки в описании. Жду вас. Всем привет, ребят, с вами Аламя. Сегодня мы продолжим игра 14 дней с тобой. А откуда мы закончили? Кстати, прошлая серия вышла короткая из-за того, что там постельная сцена длилась минут 20. Получается 20 минут на ролик, 20 минут на постельную сцену. Пока что самая длительная постельная сцена, которую я видела в игре. В конце концов, мы с Райаном решили прогуляться до кафе вместе. Благопогода была прекрасна. И она была не так уж и далеко от моей квартиры. Повернувшись на бок, я замечаю, как разволосый мужчина пытается не слишком тонко поглядывать в мою сторону. Рука у него на боку буквально чешется. Если бы я знала лучше, я бы предположила, что он хочет взять меня за руку. Но вместо этого он просто засовывает руки в карман и дарит мне еще одной мягкой улыбкой. Погода сегодня действительно хорошая, а? Обратно к маленьким разговорам, я полагаю. Конечно. Если бы я знала, что сегодня так, ну, будет хорошо и солнечно, я бы предложила тебе провести день на пляже вместо этого. А, да? Да, мы могли бы поплавать или, может быть, проверить каменные бассейны. Эээ, я давно там не была. О, это звучит весело. Ламия. Ой, господи, давно не виделись. Эээ. Услышав свое имя, я резко поразворачиваюсь и вижу, как Леон подбегает ко мне со спортивной сумкой, полной, как я предположила, его волейбольной экипировки. Эй-о. Солнечная рыбка. Рад видеть тебя на прогулке так рано. Типа рыба солнца, она вроде ядовитая. Я как раз шел на пляж, чтобы встретиться с Жохёном и Тео. Хочешь присоединиться? Эй-эй, это Рон, правильно? Снова, ну, приятно снова тебя увидеть в бане. Рон! Это Рен, на самом деле. Солнечная рыба. О, да. Рыба солнца, это дурацкое прудвище, которое дал мне Леон, когда мы были детьми. Честно говоря, я тоже его не понимаю. Ой, ой, ой. Я чуть не упала. Рыба солнца, это дурацкое прудвище, которое дал мне Леон, когда мы были детьми. Честно говоря, я тоже его не понимаю. Ну, хей, рад снова вас видеть. Делайте что-нибудь интересное сегодня, а если нет, то можете присоединиться ко мне и... Рыба ангел. Блядь. Я не рыба, суки. На самом деле, мы с рыбой ангелом собирались пойти на свидание. Рыба ангел. Блядь. Я так на рыбу похожа. Что это такое? Я нахуй сом. Свидание. Ребята, извиняюсь, если слышно было плохо, а то я фильтр, или как он называется, забыла поставить на микрофон. Я не пропускаю мимо своих глаз то, как ранг внезапно притягивает мою руку ближе к себе, как он прижимается ко мне так, словно я внезапно исчезаю. Ты снова ходишь на свидание, дорогая? Хорошо для тебя? Я рад видеть, что ты снова выходишь из своей раковины. Хорошо позаботиться о ней для меня, не так ли, парень? Как ты думаешь, чем я занимаюсь с тех пор, как ты уехал? Как и я, Леон, кажется, едва замечает бормотание Рыны, когда он кладет руку мне на плечо и начинает тянуть меня в сторону пляжа. Рын, с другой стороны, все еще держится за мою руку, но, похоже, не двигается. Могу поверить, что моя маленькая рыба солнца снова на сцене свиданий. Я чувствую себя гордым отцом. Пожалуйста, а мы буквально одного и того же возраста. Я чувствую себя гордым приемным отцом. Леон делает вид, что вытирает слезы и еще сильнее прижимается ко мне плечом. И только тогда замечает, что Рын не следует за нами. Обернувшись, я потянулась, чтобы схватить его за руку, вместо того, чтобы потянуть его за собой. Подожди, мы что-то свидание шли. Он тут же, кажется, оживился и переплет свои пальцы с моими, прежде чем пойти со мной в ногу. То есть, ты все-таки не встречаешься с блондинчиком. Но он, не знаю, от него прям вайбы вот этого друга гея. Вот от него прям такие вайбы. От его друга, ну, такое, типа, ну, тоже вроде, не помню особо его друга, но от него... Ладно, как бы весело не было слиться с моим гордым приемным отцом, который мой ровесник, и это делает все немного странным. Нам с Райаном пора идти. Ой, да, конечно. Я не собирался занимать так много времени. Он выпускает меня и снова наклоняет голову в сторону пляжа. Но мое предложение все еще в силе. И все, если хочешь поболтать еще, я буду на пляже с... Ебать. Что за машина? Ладно, я теперь понимаю, почему парни в этих мирах яндеры, потому что... Потому что вот чисто ты на секунду отвернулся, нахуй, а к ним прилипли вот какие-то мачо. Ну, не могу, ну, посмотрите, посмотрите на его взгляд, но от него же чисто гейм вайбы. Ну, реально. Этот, ну, такой, он на девочку похож. Типа, имеется в виду на девочку, которая просто коротко подрезала волосы и хочет быть как мальчиком. Но у него феминное лицо, заметьте. Но в целом мне нравится. Вот этот, ну, он не в моем вкусе и в целом он действительно выглядит именно по-мужски, но как мальчик, который любит мальчиков. А этот, да, я даже не знаю. Но они как будто все с общей ялой манги. Ребята, давайте я вас оставлю втроем наедине. Вот омешка, короче. Это тоже омешка. Вот это альфа такое. Ой. Вспомни дьявола. Он прям недоволен. Не, ну всех этих троих, конечно, Рэм не нравится больше. Потому что я... У меня есть такой прикол. Я вроде... Вроде даже... Я как-то видела, что есть такая ориентация. Вот. Что мне нравятся, короче, парни, но с феминной внешностью. То есть мне нравятся парни с длинными волосами, с такими... Вот есть, знаете, парни, которые выглядят смазливенько, но видно, что это мальчики. А мне нравятся такие мальчики, которые... Ой, как объяснить? Они выглядят как девушки с грубыми чертами лица. То есть не смазлива, но есть какое-то вот... Типа что-то женское в их лице, но сами они не выглядят такими... Ну, знаете, вот так немножко смазливенько, вот прям, знаешь, тебе как... А вот именно как грубые черты лица у девушки. Пять, я не знаю, как это объяснить. Типа... Вот мне, когда смотришь на парня, сразу подумал, что это девочка, а потом присмотрелся, понял, что это мальчик. И этот мальчик, он вроде как и не похож на девочку. Просто может показаться из-за того, что у него есть что-то феминное в нем. Ну и плюс волосы, например. Блин, вот... Я не знаю, ну, короче, такие парни, я просто от них кипятком слышусь. Вот, наподобие такого. То есть ты сразу с Дали посмотрел, вроде как девушка, но... Именно девушка с грубыми чертами лица. Вот, ну это арт. Но, да. Вау. Вот прям, вот прям, вот прям, ну, все. Короче, вот вы поняли мой вкус в парнях. Как бы, он просто... Да, он не сильно подходит прям совсем под мой типаж, но... Норм. Как и Джей Теодор был еще одним другом, которого я нашла в университете. Но, если быть честной, я не думала, что он был действительно зачислен куда-то. Он просто показывался... Ну, наверное, у него там друзья. У нас тоже так было, что к друзьям приходили в школу, короче, уже выпустившиеся из школы. Он просто появлялся время от времени, чтобы поддерживать высокий уровень посещаемости и вызывать недовольство некоторых студентов и сотрудников. А, понятно. Ну и зачем ты такой нужен мне, а? Словно прочитав мои мысли, Тео практически врезается в Рене с единственной целью. Столкнуть его на металлические перила позади себя. Блять, Тео! Вы че мою спичечку обижаете? Не трогайте мою спичечку. Но, к счастью, Рену удается удержаться на ногах в последние секунды, и Тео тоже раздраженно охмурится. Вот дерьмо, извините. Не понимаю, как я пропустила такой яркий детский талисман. Пиздец. Окей. Этого не нужно тут. Он вообще какой-то конченый. Блять, увидите его нахуй. Ее такие не нравятся вообще. Ты его чуть пополам не сломал. Ты его видел? Уебок. Несмотря на тон Леона, Тео почти не обращает внимание на высокого мужчину. По-видимому, ему гораздо больше интересует Рен. Дай мне... Ой, блять, какие... Как я ненавижу людей, которые лезут к другим за их стиль. Ты че, блять, гопник? За шмот поясни. Не охуел ли ты? У тебя подбородок такой, что им нужно людей колоть. Сделай с этим что-то. Подпили немножко. Дай угадаю. У тебя... Слышите, голова похожа на форму анальной пробки. Тут не хватает только вот пимпочки, которая из жопы должна торчать. Давай тут мне, пожалуйста. Дай угадаю. Ты нарядился бы не лютиком, но четырехлетний кузен был в восторге от тебя. Эй, прекрати, приятель. В чем твоя проблема? Не знаю, в чем твоя. То есть, игра предполагает, что я пойду с вот этим вот куда-то нахуй и банутся. Блять, фу. Я могла классически почувствовать напряжение между этими двумя, которые нарастало. Так что я решила вступиться. Блять, это все, что ты скажешь? Я бы его послала нахуй и сказала, слушай, блять, за базаром. Базар фильтрует, а так-то, ну, я на свидание с этим мальчиком иду. Блять, может, вам сначала стоит представиться, прежде чем вы попытаетесь убить друг друга взглядом? Это, конечно, один из способов выразить это, особенно не обсудив это со мной, заранее не спросив моего мнения. Ну, ладно. Но, с другой стороны, мы спали вместе прошлой ночью, и я все еще не могла обсудить с ним эту тему, да-да. Интересно, он стал бы это говорить, если бы мы не переспали. Услышав его слова, я бросила на Рена растерянный взгляд, но решительно выражение его лица заставило меня проглотить свои слова. Вот интересно, что будет, если мы не переспим. Ладно тогда, в любом случае, это Тео, он долбоеб. Как вы ответите? Он друг из университета, он мой бывший парень. Что? Не, стоп. Я не собираюсь врать, но он что, если он ее реально бывший парень, я бы сказала правду. Он просто ебанутый. Сейчас, сейчас. Он просто интрижка. Я никогда в жизни не видела этого человека. Лучше так сказать. Так, ну давайте посмотрим. Если он действительно был ее парнем, то, как бы, лучше об этом сказать, мне кажется. Хотя Яндора, наверное, это говорить не стоит. Ну слушай, он сам виноват, блядь. Меньше бы выебывался. Если это правда, говорим правду. Если он сейчас скажет, ты че пиздишь, тогда не буду говорить. Он мой бывший парень. Да, мне не нравится встречаться с людьми, которые не входят в мою налоговую категорию. И не пойми, это не превратно куколкам. Они никогда не были исключительными. Я даже не поднимал тему свиданий, когда был с тобой. А, да, они встречались, но что-то у них было не так. Он, короче, уебок. А, это объясняет, почему ты бы было нормально изменять со мной. Ой, ой, фу, фу, блядь. Съебись, нахуй, на дорогу, пусть тебя собьет КамАЗ. Погоди, что? Я думал, вы двое были просто друзьями. Какой... Да-да-да, серьезно. Какой полный мудак. Смотри, это не измена. Если я никогда не был твоим парнем. Тогда... А, ну типа они не были парнем и девушкой. Тогда это была интрижка. Хорошо, я поняла. Энджел, вейд. Что ты сказал мне? Энджел, ангел, подожди. Ага. Я могу тебя видеть. Пока. Удачи. Он просто интрижка. Просто интрижка? Я почти уверена, что это не раз попадало мне в руки. Погоди, что? Я думал, вы просто друзья. Да, мы друзья. Друзья, к которым были действительно близкие. Правда, куколка? А, и что не так с твоим лицом? Как он его назвал, блин? Лютик. Как ты мне назвал? Окей, хватит. Смотрите, почему нам просто не забыть эту проблему? Тебе действительно стоит прекратить пытаться затевать драки со всеми приятелями. Не перекручивай свои трусики. Я серьезно сомневаюсь, что Лютик способен причинить вред мухе. Не говоря уже о том, чтобы нанести приличный удар. Слышь, блядь. Если Лютик не нанесет, то я тебе зубы выбью, нахуй. Уебок придурочный. Ты охуел, я не понимаю. Ты кем себя возобнил? Ты, мужло необразованное, сука, вонючая, стоит тут, нахуй, воняет на три квартала. Тут уже поздыхали и мухи, нахуй, комары и люди по дороге к нам. Это я в противогазе, блядь, стою, чтобы не слышать запах твоего, блядь, годами немытого хуя, блядь, которого ты моешь по праздникам. Вот этого вонючего, маленького, загнившего корнишона, который уже, блядь, а его стоит только просто ампутировать. Ты понял меня, уебок ты, сраный, гандон ебучий, вонючий с... Извините. Можешь отказаться от прозвища. Не, ну я думаю, что куколка должна высадить тебя вместо меня. Мне кажется, у... Мне кажется, у... Ой, как же его звали? Как же его звали? Блин, не Лоуренс, точно не Лоуренс. Мне кажется, у Остина появился достойный противник. Остина, если что, это вот этот вот курьер с Лакинг Фа Лаву, если кто-то забыл. Кстати, прозвище довольно милое. Очень подходит твоему стилю. Ты так не думаешь, Лютик? Рен, его можно ебануть, разрешаю. Я видела, как рука Рена сжалась в кулак, когда он приблизился к Телу. Но, к счастью, Леон снова вмешался. Серьезно, почему нам всем не остыть, а? Я думаю, что мы слишком нагреваемся. Да этот перегрелся, блядь, уведите его куда-нибудь. Желательно в морг, уведите его, пожалуйста. У него уже всё, у него мозг, скажу, атрофирован. Он настолько перегрелся, что там уже не мозг, а такая каша. Можно просто открыть черепную коробку и вот так вот взять ложечку. И помешивать, добавлять специи понемножку. И вот вам, блядь, суп из мозгов. Вот это вот то, что происходит сейчас у него в голове. Поэтому можете сразу его закапывать, блядь, в этом асфальте. Закатывай. Послушай, мы пойдём на пляж. Я не выпускаю того, как Леон бросает на Телу пронзительный взгляд. Леон. Не, ну ты можешь мне плохого пока что ничего не сделал, да? Ну как бы. Ты действительно это сейчас спрашиваешь? Ты как бы, у тебя тоже там нагрелось, да, немножко перегрелось там уже тоже в таком полужидком состоянии, да? Ты уверена, что не хочешь присоединиться к нам, Ламия? Я обещаю, что прослежу, чтобы Тео вёл себя наилучшим образом. Ну да. Видно же, что собачка прирученная, укротимая. Нет, такую, блядь, собачку только усыпить, нахуй. Прости, Лео. Но я уже, у меня уже есть планы с Райаном. Я серьёзно сомневаюсь, что они могут поладить. Ты же знаешь, каким Тео может быть. Да, ты права. Ну, тогда, ладно. Он ближе наклоняется ко мне, словно не желая, чтобы остальные подслушивали. Если что-нибудь случится, я буду в этой ареи, ну типа в этом месте. Просто подойди и найди меня, окей? Я сделаю так, спасибо, Леон. Я нежно сжимаю в руку и снова обращаю внимание на Рена. Но по тому, как он смотрит на нас, я могу только предположить, что ему не понравилось, как близко я стою к своему другу детства. Пиздец, нахуй. Я сочувствую Райану, честно. Ну, это пиздец такая ситуация, реально. Прикиньте, вы выходите с своим, допустим, ну ладно, меня смотрят в основном уже девочки все-таки. Вот вы вышли со своим новым парнем погулять, да? Вы выходите, он встретил какую-то подругу детства, она так прям близко его и трогает, и что-то там наклоняется и прижимается, ну трется вокруг него, скажем так, как вот этот вот мартовский котик, да? Ладно, потом приходит еще какая-то сучка и начинает просто вас поносить говном поливать, этот парень стоит и ничего особо не говорит, типа, ну чуть-чуть, вот, не защищает вас. Ну, я понимаю, что, ну, как бы, вроде как от парня больше ожидается какой-то защита в сторону девушки, но я, как бы, если бы, ну, про моего рядом парня говорили, так, блядь, ну, это неуважение не только к нему, это неуважение и ко мне, потому что я, как минимум, этого парня выбрала, он мне нравится, я с ним провожу время, и вы так о нем говорите, то есть это неуважение, как минимум, ко мне, что я его выбрала. Если бы я купила какое-то новое пальто, да, допустим, пальто стоит, какое-то висит на манекене, и кто-то его обосрал, типа, ну ладно, я купила пальто, начали обсирать это пальто, извините, блядь, а вы не охуели, я люблю это пальто, уебки, смотрите, что вы носите, ебланы. Ну да, человека с вещью, конечно, надо к себе сравнивать, но вы поняли, типа, извините, я выбрала этого человека, он не нравится, я его, может, люблю уже, может, мы вообще с ним там год встречаемся. Ты пришел, ты че, ты че городишь? Ты думаешь, ну, за такие шутки, между прочим, в зубах бывают промежутки. Я, 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 я вы, ну, как бы, меня вы сгорела жопа, у меня вы сгорела жопа. Хотя это могло быть и потому, что Тео все еще был рядом, и, честно говоря, я не могла его винить. Несмотря на это, я снова беру его за руку и тащу в сторону кафе, стараясь не обращать внимания на грубые слова Тео, сказанные по пути. Просто в других Яндры играх, когда показывали, как мы общались с другими людьми, и рядом был Яндры, в целом, обычно показывали так, что, ну, не было таких ситуаций, да, допустим, в Майдил Хачит Мэн, когда мы общались, это было просто общение, и видно было, что он уже злится, потому что, ну, вот он Яндр, да, он ревнует. Потом этот Питер тоже на обычное общение злился, ну, не говоря, конечно, в моменте, когда мы там с Люсей могли переспать, если мы просто общались, он тоже злился на того, с кем мы общались. Вот. А что насчет Рена? Ну, типа, его можно понять, реально его можно понять, потому что я смотрю, я представляю себя в этой ситуации, ну, это ж пиздец. Есть люди вообще не ревнивые, но это не про меня. Я этого замечаю, как настроение Рена тут же меняется, когда я снова обращаю на него внимание. Он следует за мной, словно потерявшийся щенок. Щенок это Тео, блять. Наконец-то мы прибываем в кафе Дрифтвуд, и запах свежей выпечки и сваренного кофе, проникающий через открытые окна, наполняет мои чувства. И как я и думала, кафе выглядело так, будто открылось совсем недавно, хотя и не казалось таким оживленным и многолюдным, как я ожидала. Вытаскивая меня из раздумий, Рен проводит меня к одному из пустых столиков, а сам с довольным выражением лица отойдет делать заказ. На самом деле, потом мне интересно пойти с вот этим вот козлом вместе на пляж. Контент, контент. Интересно, какие там будут срачи. Было немного странно, что он не захотел сначала взглянуть на меню, но я списала это на то, что он хотел сделать мне сюрприз. Он отсутствовал всего 5 минут, прежде чем снова вернулся и раздраженно фыркнув, стел напротив меня. Между нами повисает уютная тишина, и я наблюдаю, как он рассеянно теребит кончики своих волос. Он все еще обеспокоен тем, что Тео сказала о его внешности ранее. Может быть, он бы... было бы хорошей идеей отвлечь его от этого? Ну или, блядь, сказать, что это не так, что Тео еблан. Нет. Ну и ладно. Ну как хочешь, как... как знаешь. Эй, Рэн. Почти сразу же он оживляется и широко открывает глаза. Ага. Как вам удается сохранять волосы такими пушистыми? Они всегда выглядят так хорошо? Рэн, кажется, он мгновенно покрасил от моих слов, и смущенно опустил голову, чтобы скрыть покрасневшие щеки. Тебе нравится это? Я... я обычно просто направляю фен под подбородок и выдуваю горячий воздух, и после этого он так и остается. Ну, я, кстати, и так же делаю. О, так тебе не нужно использовать никакие средства или что-то еще? Нет, на самом деле. Как раз когда я думала, что он преодолел свою застенчивость, он медленно вернулся. Был ли он таким на самом деле? Рэн, должно быть, воспринял мое молчание как отсутствие ответа, поскольку он пытается заказать, завязать новый разговор. Так, дела идут хорошо, а? Наконец-то получил повышение? Да, я это сделала. Честно говоря, я была удивлена, когда впервые получила повышение, учитывая, что только недавно сюда переехала. Но Элеонор действительно помогла мне, показав все тонкости и... Подожди, как ты узнал, что меня повысили? А, твоя коллега рассказала мне об этом вчера, после того, как ты ушла. Элеонор, да? Она, кажется, действительно гордится тобой. В любом случае, что ты говорила о ней, которая показывает тебе азы? Я едва заметила, как им удалось снова перевести разговор на меня, пока я вспоминала все случаи, когда Элеонор помогала мне в первую неделю работы в библиотеке. В конце концов, я дошла до точки, когда мне показалось, что я говорю уже несколько часов, и тогда... Ты только когда-то что-то... Только когда что-то привлекало мое внимание, она, наконец, остановилась. Как ответишь? А, ты выглядишь, как милый щенок. Этот готичный стиль очень крут. У тебя что-то в волосах. Прости, что ты говорил? О чем мы говорили, а? О, это просто выглядит так, как будто я бы это сказала, действительно. Мы говорили о твоих любимых комиксах. Веб-комиксах. Ты упомянула, что у тебя в квартире есть целая коллекция таких вещей, и, наверное, мне стало любопытно. Я этого говорила? И мы что, действительно говорили все еще обо мне? Жизда. Конечно, я бы уже перешла к другой теме. Что ж... Мы вообще заказ сделали, или мы просто сидим? Ну, я недавно читала этот веб-комикс, он называется... А, вот наш заказ. Заказ 25. Два часа, да, готовили? О, это мы. Подожди сейчас. Подожди немного, я сейчас вернусь. Дальше, чем я успел оставить хоть слово, Рен скачал за своего места и направился к киоску. Это было действительно захватывающее зрелище. Рен возвышался над большинством других клиентов, ожидавших очереди. Даже самой кассирши рост, который, казалось бы, был не меньше 6 футов, пришлось вытянуть шею, чтобы просто посмотреть на него. Но перед тем, как я смогла дважды моргнуть, Рен возвращается с большим подносом, полной вкусной еды. Ничего себе мы там по-на заказывали. Он садится на свое прежнее место с довольной улыбкой и начинает расставлять переданную посуду. О, это... Как ты ответишь? Вкусно выглядящая булочка, шоколадный курассан, сахарное печенье, большой кусок торта. Шоколадный курассан. Рядом с моим напитком лежал круассан шоколадной начинкой, и при виде этого зрелища я почти услышала, как у меня звучало в животе. Я-то подумала, говорит, большое количество еды. Вот это, конечно, большое количество еды, пипец. Кударин узнал, что это мое любимое блюдо для заказа. А, он сам заказывал? Конечно, я раньше не была в Дрифтвуд Кафе, но это именно то, что я обычно заказываю в любом другом кафе. Это было действительно так, будто он мог прочитать мои мысли. И что было еще более ошеломляющим, так это то, что ему даже не пришлось предварительно заглядывать в меню. Это было так, будто он просто знал? Не забудь свой напиток. Ага. Теперь мы выбираем свой напиток, да? Старин одаривает мне еще одной нежной улыбкой, прежде чем поставить передо мной мой напиток. Не может быть! Напиток, который он поставил передо мной, это было. Окей, сейчас посмотрим, будет тут мой любимый напиток. У меня любимое кофе это мока. Так, давайте латте, я поняла, короче. Тут либо крепкое кофе, либо латте. Я крепкое кофе ненавижу. Я пью кофе не из-за кофеина, а чисто из-за вкуса. Мне нравится вкус кофе. Поэтому с запахом я поняла, что он заказал мне вкусный теплый латте. Парель точно такой же, как те, которые я иногда беру с собой по дороге на работу. Я надеюсь, это все в порядке. К сожалению, судя по меню, которое я видел в интернете, это кафе не может предложить многого. А, так вот, как он знал, что заказать. Я тоже пыталась попросить салфетки раньше, но кажется, они меня не услышали. Может, не стоит снова попытаться? Мне было почти его жаль, но я также чувствовала благодарность за то, что он заказал мне то, что я обычно ем в кафе. Прежде чем оставить поднос в сторону, Рен убедился, что все на столе. И только тогда я заметила, что он заказал сам. На его тарелке лежал сладкий реле с клубникой и чашка кофе пугающего черного цвета. Пиздец. Я не понимаю, как это люди пьют. Это ж... Оно же горькое! Его же... Это ж, ну, как вот, чисто, как пить водку. И я никогда не пойму людей, которые пьют крепкое кофе и водку. Вот чисто... Ну, вот чисто водку. Ну, это ж... Блэ! Его не могу. Ну, ладно, смешать с чем-то. Ладно, там, допустим, водка с каким-то коктейлем. Там немножко водки и немножко коктейля, и получается вкусненько. Но вот чисто водка, чисто крепкий кофе. Я не понимаю, как люди это пьют, честно. Это... Ну, у меня такое чувство, что люди вот это когда пьют, это не с целью, что это... Ой, вкусненько, что-то попить хочется. Вряд ли водку хлестает, потому что она вкусненькая, и что-то попить хочется, да? Люди вот чисто с целью, то есть, допустим, выпили кофе с целью получить дозу кофеина. Для в отрелке лежал сладкий рулет с клубникой и чашка кофе пугающего черного цвета. Он, кажется, он заметил мой плотливый взгляд, судя по невидному наклону его головы. Хочешь вместо этого... Хочешь вместо этого мою еду? Можем поменяться, если хочешь, и не против. Это ведь должно было быть свидание, да? Решив немного подразнить его, я посылаю Рену хитрую улыбку. Это нормально, но ты можешь предложить мне, ну, укусить вместо этого. Рену кажется, что вот-вот сгорит на месте, и его щуки покраснели. Он едва не захлебнулся, собственно, слюной. Он посмотрел вниз на свою еду перед тем, как снова посмотреть на меня. Затем снова пускай взгляд и зачерпывай небольшой кусочек своей еды. Ой, будешь меня с ложечки кормить. Я вижу, как Шокеряна становится ярко-красным, когда он подносит вилку ближе ко мне, и я не желаю показаться трусами, наклоняюсь, чтобы откусить кусочек. Его глаза почти сразу же расширяются, и он, кажется, сосредоточен на том, как мой рот охватывает вилку, при чем я облизываю губы и издаю довольный звук. Ммм, это вкусно. Попробуй немного. Мужчина с розовыми волосами, похоже, неловко и долго смотрит в упор собственной вилкой, при чем зачерпнуть еще один маленький кусочек и откусить. А, я подумала, я предлагаю ему свой куросан. Шокеряна все еще алый, и он, кажется, немного нервничает из-за того, как его нога постоянно подпрыгивает по столу, потому что я решаю жариться над ним и не дразнить его за это. Понимающей улыбкой я начинаю получать свою еду с довольным мечанием. А почему я ему не предложила куросану откусить? Сегодня мне больше нечего было делать, а он, похоже, настоял на том, чтобы провести остаток своего времени со мной, поэтому я согласилась. Мы прошли мимо нескольких магазинов одежды, киосков с мороженым, пунктов проката досок для серфинга и многих других интересных зданий, хотя ничто из них не привлекло моего особого внимания. Но как раз, когда я думала, что потеряла всякую надежду, один магазин особенно привлек мое внимание. В одной из витрин я замечаю милого плюшевого кролика, выполненного в стиле Харука. Я имею в виду, что комплект даже входил в его костюм волшебника из органической, ограниченной серии и все такое. Я не могла поверить, что они придают эти вещи именно здесь, да еще и под такой низкой цене. Это что за лилипуд? Че она такая маленькая, или она типа далеко стоит? Рен, кажется, заметила, на что я не так уж и украдкой опялилась, но прежде чем мы успели войти в магазин, Косельша подошла в витрине и загородила нам обзор. Она ставит коробку с разными вещами к своим ногам, начинает расставлять их на полке рядом с мягкими игрушками, прежде чем наконец замечает нас стоящих у окна. Слушай, блять, занято. ЗААНЯТО НАХУБЫ! Я не могу не заметить, как ее глаза расширились, когда она посмотрела на Рену. Он явно сразу ей понравился. И как она бесстыдно убрала, блять, волос за ухо, прежде чем слегка помахать ему рукой. Блять, а у нас всю серию будет какая-то ревнивая хуйня, типа, то ко мне нахуй флиртуют со мной, то флиртуют с Реном, то флиртуют со мной, то флиртуют с Реном. Да блин, сойти с ума так можно. Ну, кратко взглянув на мужчину, сидящего рядом со мной, и замечаю, что Рен даже не обращает на нее никакого внимания. Вместо этого занимает себя тем, что чешет челюсть и пинает блужник у своих внук. Кассирша, блять. Но кассирша, казалось, была непреклонна с вашим желанием привлечь внимание Рена. Учитывая, что она чувствовала необходимость покинуть свое место у полок и направиться к нам. Блять, это пиздец. Оливия. Оливия, вам легально работать в этом магазине? Ладно. Ну, я понимаю, что он просто большой. Привет, добро пожаловать в Сесай Тринкетси. Сесай Тринкетси. Меня зовут Оливия. Нужно Гулевым чем-нибудь помочь. О, не, просто осматриваемся. Ну, спасибо за... Мы недавно у нас выведались новые товары для пляжа. Если вам интересно, можете взглянуть. Сука, иди нахуй. Я ненавижу прилипчивых продавщицов. Вообще, честно говоря, я не люблю, когда меня спрашивают, чем могу... Ой, я понимаю, что это как бы... Ну, нельзя мне за это винить людей, которые работают в магазине. Я понимаю, что это их работа, спросить, могут ли мне чем-то помочь, поприветствовать. Но я ненавижу это. Недавно у нас появились новые товары для пляжа. Если вам интересно, можете взглянуть. Можете пойти нахуй, если вам интересно. Она действительно игнорировала меня? А, она не со мной общается. А, ты выглядишь так, будто я тебя знаю. Мы раньше виделись. Может быть, мы ходили в одну и ту же школу? Я? Я не думаю так. Правда? Я бы точно запомнила твое лицо. Ни хуя ты, блядь. Слушай, девочка. Я сейчас подую, и тебя ветром сдует. Ты что делаешь? Вообще-то теперь, когда я тебя хорошо рассмотрела, я наблюдала, как она бесстыдно откидывала взглядом Лена, прежде чем скрестить руки на груди и откинуть власть назад. Вы также напоминаете мне одного из персонажей мультфильма, который набирает здесь огромную популярность. Судя по всему, одно из мест в этом шоу установлено на главном пляже залива Корленд. Ты имеешь в виду Атаку Титанов? Это его имя? Тогда да. Что-то я не помню таких вот таких Титанов. Извините. Так и выглядит это ваше лебедо. Это его название? Тогда да. Я... Я не знаю много... И не очень много знаю об этих мультиках. Но наша компания недавно начала продавать кое-что для привлечения туристов. Ты хочешь зайти внутрь и посмотреть? На самом деле хочешь ли ты так же мой номер? Вот. Ты его подготовила? Конечно. По-моему, на таком можно и пожаловаться в плане... Так сотрудник себя не должен вести. Это немного непрофессионально и могут ее вообще уволить за такое, если пожаловаться в магазин и позвать менеджера. Всегда нужно быть готовым на случай, если в магазин зайдут какие-нибудь милашки. Если бы он... Если он сейчас возьмет ее номер, то я бы, наверное... Ну, я бы просто вышла из магазина. Ну, как бы не сильно приятная ситуация. Скажи ей прямо, что, допустим... Ты же тогда первый кричал. Ой, я ее парень! Так скажи ей сейчас. Вот моя девушка рядом со мной. Давай не это. Сейчас посмотрим, что он скажет. Если он не скажет, что я его девушка... Ну... Я не знаю, какой выбор можно будет сделать в игре, но в реальности я бы просто развернулась и ушла. Потому что, как со мной флиртует, так он первый кричит о том, что он мой парень. А как с ним флиртует, так он рот воды набрал. Ой, твой номер телефона. Хорошо. Слышь, блядь. Ну, я не хотела бы касаться лицемерными или что-то в этом роде. Рэн смотрит на меня застенчивым, понимающим взглядом, прежде чем нерешительно протягивает руку, чтобы взять листок бумаги. Что он этим имел в виду? Хороший вопрос. Прежде чем успеваю спросить, Рэн уже отвечает на мой вялый вопрос с красными щеками и книгой улыбкой. Это неловко, но... У меня также был номер телефона, когда мы вообще разлетелись в библиотеке. Вот. Я не понимаю, что он делает. Он лезет в задний карман и достает оттуда сложенную пополам розовую записку, прежде чем прозвенуть ее мне вместе с номером Оливии. М? Я не понимаю, что происходит, нахуй. Он мне отдал ее номер телефона или что? Мое замечательство должно быть... было совершенно очевидно, поскольку Рэн быстро объяснил свои намерения. Созерной улыбкой ее наклоняется ближе, чем чтобы расширать не наука. зачем издеваться над девочкой это уже не... Типа, ну да, она наглая, да, она глупенькая, типа, видимо, отчаялась вообще парня найти. Но... Мне все равно, типа, оставить ее в покое и уйти, скажи... Ты просто даже не сказала, может, она думает, что я твоя сестра, мало ли. Скажи ей прямо, что вот, она моя девушка. До свидания, девочка. Все. Может быть, мы могли бы позвонить ее и разыграть позже? Это научит ее не давать свой номер незнакомцам. Ой. Рен, оставь девочку в покое. Просто скажи ей, вот, моя девушка, до свидания, пока. Но разве это не то же самое, что ты сделал со мной, Рен? Я отвечаю ему своей подразнивающей улыбкой. Верно. Но я не получала от тебя никаких звонков в розыгрыше и из-за из-за не сглазь. Как только Рен рассмелся моя шутка, Оливия перебила его. Привет, я все здесь, еще здесь. Ну, тогда съебись. Раз так. О, точно, прости. В любом случае, теперь, когда у тебя есть мой номер, я снова привлекла твое внимание, я думаю, будет справедливо показать тебе магазин. я не делаю это просто каждому, ты знаешь. Блядь. Не, я, честно говоря, тут, я не могу сказать, что я бы развернулась и ушла бы в этой ситуации, но как бы, я не знаю, я бы сказала, что-то вмешалась, потому что просто я не совсем понимаю, зачем так делать. Почему ты не можешь сказать ей прямо, что вот у тебя есть девушка, я буквально тут рядом, как бы иду с тобой, что ты занят. Сказал бы девочке, не давал ей какие-то ложные надежды. Типа, зачем ей звонить по телефону, пранковать ее, типа, издеваться, вообще, зачем это продолжать, скажи, блядь, прямо, и все. Тебе стыдно сказать, что мы встречаемся, я не понимаю, в чем дело. Наряна, похоже, не отвечает на ее первоначальный вопрос, и похоже, не отвечает ей напрямую, вместо этого просто этому в сторону подливый взгляд. Как будто он спрашивал мое мнение, я только могу предположить, что он делал это, потому что он знал о моем интересе к аниме. С его стороны было очень любезно так поступить, но мне хотелось, чтобы он вместо этого отчитал, отчитал этого грубого работника. Да. Подождите, я правда хотела, чтобы он это сделал? Что со мной не так? Не, ну что, не отчитал, но сказал бы, вот моя девушка рядом, там, давай, ну, не надо, пожалуйста, так это, покажи ей, она любит аниме. Вот, кстати, вот моя девушка, говорит, познакомься, моя девушка, она любит аниме, вот проведи ей экскурсию, все, блядь, это все, что тебе надо сказать. Я уверена, что кассирша просто привела к нему интерес, в этом не было ничего плохого, плохое в том, что он не говорит ей ничего на это. Блядь, а когда он орал, что он твой парень, в любом случае, мы не были парой, но мы должны были быть на свидании сейчас, а Ренн ранее объявил меня своим парнем, ой, себя сам, объявил себя моим парнем ранее, вот-вот. Ну, я просто предположила, что он сказал это для того, чтобы Тео отстала от меня. Так почему он сейчас не скажет, что она от него отстала? Что за бред? Значит ли это, что он чувствовал то же, что и я? Была ли у него ревность, когда мы говорили с Леоном и Тео ранее? Я не была уверена, как отношусь к этому новому открытию. Ламе? А. Ты хочешь посмотреть на вещи? У нас все еще из времени много убить. Вот почему бы мне не показать вам самые свежие акции? Но еще не показали это широкой публике, но уверена, вам понравится. Без предупреждения, Оливия, так ее зовут, хватает Ренна за руку и буквально втаскивает его в магазин, потому что у Рена, блин, откусил себе язык и не может разговаривать, да? Он издает удивленный звук, а затем откидывается назад и пытается схватить меня за руку, но я была в ней в досягаемости. Ага, и он прям вот эта вот громадина не может из вот этой вот малюсенькой ручки вытащить свою руку. Ничего не оставалось сделать, кроме как смотреть на Рена беспомощного, которого втаскивает в магазин. Ох ты, бедный, несчастный мой мальчик. Ну да, не можешь же сказать, так, стой, отпусти меня, не можешь сказать. Ну хорошо, тогда давай, иди с ней. В рот воды набрал, ну давай, иди к ней, давай. Точнее можешь ей отказать. Он здесь на складе, обычно мы не допускаем клиентов вниз, но вы настоящая крас... Он здесь на складе. Обычно мы не пускаем клиентов вниз, но вы настоящий красавчик, так что я позволю тебе кратко взглянуть. Нет, на самом деле я в порядке. Не переживай, он нас не поймает. Я уверена, твоя девушка не... Что происходит, блядь? То есть она знает, что я его девушка и ведет себя так? Не волнуйся, нас не поймает. Я уверена, что твоя девушка будет не против, если я одолжу тебе ненадолго. Блядь, попробуй только согласиться, нахуй. Я даже добавлю несколько наклей с героями мультфильмов для тебя, раз это не стоит твоего времени. На самом деле, если он продолжит так себя вести спокойно, я вообще, на самом деле, вижу это как манипуляцию с его стороны. Знаете, я в свое время любила мальчика, который любил использовать мою ревность против меня, так скажем, любил. Ну, допустим, знал, что он мне нравится, вот, и мог прислать какие-то фотографии, как он общается с другой девочкой, допустим, которая ему нравится или с которой он в отношениях или еще какую-то, вот присылает мне, я не просила, он просто присылает фотку, фотки общения с ней, что-то о ней рассказывает. Ну, такие люди, они просто иногда любят вот по ним, поманипулировать, знаете, чтобы тебе было немного больно, скажем так. Если он сейчас тоже никак не скажет ей, в конце концов, что хватит, прекрати, я просто возьму иду, мне такой человек в жизни второй не нужен. вместо этого наклонится к ее лицу и шепчет что-то тихим голосом, который едва могу расслышать со своего места возле магазина. Стоп. Если бы она не ста... Бормотания. Здесь я бы спустился по лестнице без задней мысли. До свидания. И честно говоря, это чертовски заманчиво. Может быть, он имел в виду не то, чтобы он спустился, а вот то, что он спустил по ее сатой лестнице. Ну, типа, что толкнул ее вниз по лестнице. Ну, возможно, он так сказал. С их нынешнего места казалось, что они ведутся очень интимную беседу. Я внезапно почувствовала желание отвести взгляд. Блять, не будь терпила, я пошла. Почему я так переживаю из-за этого? Я знаю, что мы не совсем вместе. Наверное, не должен третовать с другими людьми и находясь на свидании с кем-то другим. Вот-вот. И что ты как бы ожидаешь от него? Так, давай. Уходи, блять. Я бы никогда не хотела вступать в отношении с человеком, который не учитывает мои чувства, а до сих пор искренне думала, что у Рена был бы шанс. Правильно, возьми сейчас и уйди, блять. Скажи, что мне пора домой, до свидания. Но, если он действительно сейчас сказал не то, что он хочет спуститься с ней, это очень заманчиво, а то, что он хотел бы спустить ее с лестницы. Если он мне потом объяснится и объяснит, что он вот это сказал, я подумаю. Я как бы, ну, не то, чтобы я прям такая, что все, я услышала вот так, все, до свидания, мне неинтересно, что ты говоришь. Я подумаю. Ну, выбрался в ее номер телефона, блять, и чтоб я рядом больше с этим магазином тебя не видела, а то охуел. Я считаю, что нормальный парень бы, как бы, видя, что мне неприятно в целом и так далее, просто сказал бы ей отвалить прямо, грубо, но сказал бы отвалить при мне и забрал меня, ушел бы. Либо сказал бы опять провидимую девушку, но все равно в моей голове звучал нудливый голосок, который постоянно твердил мне, что не стоит так легко от него отказываться. Лен был тем, кто вверх стоял на своем, когда Тео начал намекать так, что, может быть, мне стоит поступить так же? Как-то... А... Как будет ли он против? Мои ноги начинают двигаться на автопилоте, когда направляюсь к ним двумя и тянусь кратко в Урена. Блядь, да почему мне не дали выбора? Сука. Я бы просто ушла. Я нерешительно дергаю его и клянусь, почти чувствую, как по его телу разливается облегчение. В этот момент поведение Рена кажется меняется, он поворачивается ко мне с обреченной улыбкой на своем мягком лице. Мне на самом деле неинтересен этот магазин. Можем ли он пойти куда-нибудь в другое место? Да, конечно. Эй, эй, подожди. Рена не ближе наталкивает протянутую руку Оливии, вместо этого осторожно кладет свою руку мне на плечо. Жалко, что не дали выбор. Я бы развернулась и ушла. И вот он уже выводит меня из магазина обратно на оживленную улицу. Я слышу, как Оливия издает растерянные звуки глядя, как мы уходим. И я внезапно почувствовала себя виноватой за то, что стало причиной раздора между ними. Наху ей, ты еще и виновата себя почувствовала. Блять. Не, ну видно, что Рен вот это стоял и молчал, потому что просто ждал моей реакции. Ждал посмотреть, пока я начну ревновать, пока мне станет больно. Редактор субтитров